Всем привет-привет! Сегодня мне бы хотелось с вами обсудить мини-сериал «Скарлетт», который вышел на экраны в 1994 году и был снят по мотивам одноименной книги Александры Рипли. Сериал является продолжением романа и фильма «Унесенные ветром». Главные роли исполнили Тимоти Далтон и Джоан Уолли. Мне бы хотелось рассказать вам какие-то закулисные тайны, а затем поделиться своим впечатлением о сериале. Вот это поместье Тара было создано в точности как в фильме «Унесенные ветром» в Калифорнии и сегодня этой декорации уже не существует. Затем на роль Ретта Баттлера был сразу же выбран актер Тимоти Далтон или как по-английски его имя звучит Тимоти Далтон, потому что он был похож на Кларка Гейбла и соответствовал образу Ретта Баттлера. Актер невероятно красивый, харизматичный и, мне кажется, его типаж подходит для того, чтобы исполнить роль Ретта Баттлера. Тимоти Далтон на период съемок уже был звездой. Он уже исполнил роль в киноленте «Дженейр», уже перевоплотился в Хитклиффа в «Грозовом перевале». А вот актриса Джоан Оли, которая исполнила роль Скарлетт, это была для нее такая первая яркая роль, потому что до этого она исполняла какие-то второстепенные, незначительные роли. И вот роль Скарлетт была для нее такая яркая, которая превратила актрису в настоящую звезду. Если ее сравнивать с Вивьен Ли, то актриса также является англичанкой. И Вивьен Ли ведь тоже для нее роль Скарлетт была именно той ролью, которая превратила Вивьен Ли в актрису мирового масштаба. И роль Скарлетт была достаточно значимой в карьере Вивьен Ли. Мне безумно нравятся фильмы, которые были выпущены до «Унесенных ветром», где Вивьен Ли исполняла главные роли. Мне нравится, как она перевоплощалась в различных персонажей. И мне кажется, что она достаточно с талантом исполнила каждую свою роль до «Унесенных ветром». Но тем не менее, именно фильм «Унесенный ветром» продвинул ее карьеру вперед. Рассказывают, что для героини Скарлетт было создано 120 костюмов. Если сравнивать костюмы, которые были созданы для мини-сериала Скарлетт, и костюмы «Унесенных ветром», я предпочитаю, если честно, костюмы, которые были созданы для Вивьен Ли, потому что они настолько говорящие, настолько каждый костюм, в него вложена какая-то идея, показывающая настроение Скарлетт или какой-то период, который она проживает. Каждый костюм имел свою историю. Песня «Love Hurts» была написана специально для сериала Скарлетт. Я бы хотела задать вам вопрос. Считаете ли вы, что сериал действительно продолжение «Унесенных ветром»? Если рассматривать сериал как другую историю, не продолжение «Унесенных ветром», то мне кажется, что сериал достаточно захватывающий и увлекательный. На мой взгляд, героиня Скарлетт так не могла измениться. И попадать в такие ситуации, которые попадала Скарлетт из сериала «Скарлетт», тоже Скарлетт из «Унесенных ветром» она не могла. Я думаю, что даже если Скарлетт повзрослела, она не могла вот так кардинально поменяться и пересмотреть все свое поведение и стать другим человеком. Но это просто нереально. Скарлетт у нас нарциссиха. Но не могла она так измениться и вот такой вот прям стать понимающей, вот такой женщиной, которая хочет реально там построить семью. И вот она уже такая примерная жена. Она все поняла, все свои какие-то ошибки. Она поняла, что она была настолько жестока, да, где-то настолько эгоистична. Ну не могла она этого понять. В некоторых эпизодах главная героиня проявляет эмпатию, что не свойственно людям с нарциссическим расстройством личности. А в конце сериала нам дают понять, что Скарлетт изменилась, повзрослела и готова построить счастливое будущее с Рэтом Баттлером, что тоже, на мой взгляд, кажется нелогичным. Возможно, режиссер решил порадовать поклонников, закончив фильм хэппи-эндом. Давайте теперь покритикуем сериал. Вот зачем они создали похожий образ, похожее платье, как у Скарлетт в сериале Унесенных ветром, но явно Скарлетта Хара не надела бы это платье второй раз. Или что она подумала, сейчас я надену вот это платье, и Рэд Баттлер вспомнит нашу первую встречу и снова влюбится в меня. Рэд Баттлер. Тимоти Далтон, конечно, невероятно харизматичный, красивый мужчина. И я думаю, что он действительно подходит по типажу на эту роль. Но, как мне показалось, что в нем была какая-то мягкость. Я думаю, что у Кларка Гейбла, у его Рэда Баттлера, этой мягкости не было. Он был достаточно такой эмоционально дистанцированный, закрытый. Он не особо показывал свои чувства. Он не особо показывал, что им можно как-то вертеть, крутить. Он демонстрировал, что Скарлетт ему очень нравится. Несмотря на какие-то его приколы над Скарлетт, несмотря на то, что он как-то мог где-то подшутить, что-то ей сказать неприятное, все равно чувствовалось, что он одержим этой Скарлетт. Рэд Баттлер, которого исполнил Кларк Гейбл, он был достаточно жесткий внутри. Он демонстрировал свои принципы. Вот этот Рэд Баттлер, я, честно, не увидела как-то какую-то одержимость. Я увидела больше какую-то игру, и что он сам метается и не может понять, нужна ему Скарлетт или нет. Вот я вот это увидела. Мне кажется, что это немножко разные типажи мужчин. Также мне кажется, что Рэд Баттлер не мог вот так изменить свое решение. И вот он никогда не хотел ни на ком жениться. И на Скарлетта он женился, потому что Скарлетт для него была недоступна. А тут вот он взял и вот женился на вот этой вот девушке. Ну, это просто нелогично. Зачем? Рэд Баттлер в сериале Скарлетт, он как будто бы какой-то вот такой ловелас, который там сам не может определиться, что ему надо. И он типа вроде бы и Скарлетт любит, и вот по каким-то причинам он не хочет с ней сближаться. И какой-то избегающий у него такой тип привязанности. Вроде бы там они с ним потусуются, потом он от нее убегает. Как будто он постоянно какие-то надежды этой Скарлетт дает. У меня есть ощущение, что персонаж, которого исполняет Тимоти Долтон, выбрал себе такую жену, понимающую, надежную, в которой он действительно нуждается. То есть это тот типаж женщины, с которой он готов разделять свою жизнь. А Скарлетт в исполнении Джоан Воллой ему нравится, его притягивает, его вдохновляет, но в то же время она опасна для него. И это не тот типаж женщины, которой он готов довериться. А вот этот Ред Батлер влюбился в Скарлетт именно потому, что она была недоступной, непонятной, опасной. И именно потому, что она его отвергала, он в нее влюбился. О размышлениях на тему, вернет ли Скарлетт Реда Батлера, я сняла отдельное видео, переходите по ссылке. Кстати, вот мамушка, мне кажется, похожа в сериале Скарлетт на ту мамушку из «Унесенных ветром». Эшли мне показался похожим. Как-то удалось актеру передать вот этот вайб того Эшли. Очень еще понравилась в этом фильме музыка, которая была написана к фильму. Она такая вот трогательная, душевная, романтичная. А теперь пишите вы мне комментарии. Считаете ли вы, что сериал Скарлетт может быть возможным продолжением «Унесенных ветром»? Нравится ли вам Ред Батлер в исполнении Тимоти Далтона? Пока!